Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено стройке. Из названия, думаю, понятно, что будет производиться работа по утеплению балкона. Все это будет сделано на примере собственного дома. Постараюсь рассказать о некоторых советах и хитростях, которые сформировались в процессе работы над этим объектом. Работа будет делаться с напарником. Так будет гораздо быстрее и эффективнее. Это мой первый совет, потому как в одного будет тяжко. Напарник как минимум нужен, чтобы помогать заносить материал. И, кстати, для начала расскажу, какие материалы буду использовать. Тут все очень просто. На стенах вагонка, на полу 20-я фанера и на ней линолеум. Утеплять будем пеноплексом в 50 мм. Для стены потолка будем использовать пеноплекс комфорт, а на пол положим пеноплекс фундамент, тоже 50 мм. Потому что он гораздо прочнее и почти не проминается. А это важно, так как прямо на него будем укладывать доску 25х100 и сверху фанеру. Далее увидите, как это будет выглядеть. Балкон у нас довольно большой. 2х3 и высотой 3,5 метра. Сделан давно, но так до сих пор не отделан. Доска за это время потемнела и рассохлась. Образовались большие щели, через которые задувает снег. И вообще на балконе холодно, как на улице. Выход на балкон у нас через кухню. Там установлена пластиковая дверь. И в эту суровую зиму мы столкнулись с такой проблемой. Так как на балконе холодно, то дверь снизу начинает промерзать. А вместе с ней промерзает и порог, на котором от всего этого начала образовываться плесень. Поэтому задача в первую очередь состоит в том, чтобы исключить проветривание и промерзание балкона. И для этого начнем с укладки утеплителя в стены. На данном этапе будем утеплять изнутри, что как раз решит нашу задачу по защите от ветра и промерзания. Но не сделает балкон совсем теплым. Так как для нашего региона, речь идет о Московской области, утепления в 50 мм все-таки маловато. Но этот вопрос будем решать летом, когда будем заниматься отделкой дома. И заодно утеплим балкон, также в 50 мм еще и снаружи. Итого получится 100 мм. Этого для балкона хватит точно. Почему же мы выбрали именно пеноплекс для утепления? Ну хотя бы потому, что весь дом снаружи, кроме балкона, им утеплен. И как показала зима, стало гораздо теплей. Также его легко монтирует. Легко режется, не продувается, не впитывает влагу. И в нем не заводятся насекомые. Еще он экологически чист. Например, подложки для пищевых продуктов сделаны из того же материала. Так что в выборе утеплителя сомнений у нас не возникало. Так как листы имеют пазы, то прилегающие к стенам листов надо срезать шипы, чтобы они плотненько прилегали. И для этого я использую классную самоделку, которую я как-то изготавливал в одном из своих видео. С помощью нее легко эти самые шипы срезаются. И при необходимости нарезаются новые, если есть маленькие куски, которые можно состыковать. Пеноплекс режется хорошо обычным канцелярским ножом. Но для фигурных вырезов можно пользоваться вот такой доработанной пилкой для лобзика, у которой спилены острые зубцы. Таким образом пеноплекс не будет крошиться. Крепить утеплитель будем на специальную клеепену FastFix, которая имеет отличные клеевые свойства и имеет низкий коэффициент расширения. После нанесения пены на материал необходимо подождать пару минут. Так она лучше приклеится. Кроме клея пены будем дополнительно прижимать пеноплекс рандолями с саморезами. Все швы обязательно запениваем и не забываем оставлять для пены немного места. И вот таким образом мы утепляли все стены и потолок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На полы, как я уже говорил, мы будем укладывать пеноплекс фундамент. Тоже в 50 мм. Таким же образом, как и на стенах, применяем клей-пену. И закладываем весь пол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее прямо на пеноплекс кладем доску 25 на 100, не боясь, что она продает утеплитель. Прикручиваем доски саморезами к черновому полу прямо насквозь утеплителя. Заодно не забываем выравнивать их плоскости. Так как сверху будет стелиться фанера, то располагаем эти доски на таком удалении друг от друга, чтобы края фанеры заходили на половину доски, плюс добавляем по две доски в середину, на равном удалении друг от друга. Поверх досок прибиваем демпферную ленту. Она послужит как виброгаситель и предотвратит возможные скрипы пола. А к концу дня мы уже начали укладку фанеры. Фанера тяжелая, плотная и ни капли не прогибается. Ее мы крепим на саморезы с предварительным сверлением и зенкованием с шагом 15-20 см. После того, как застелили пол, на стены мы накрутили маяки бруском 50х25 для последующего монтажа вагонки. Имейте в виду, шаг между маяками желательно делать не больше полуметра, чтобы вагонка не болталась, да и ее может вывернуть, если маяки делать нечасто. Да, это, конечно, проще, но потом придется все переделывать. Имейте это в виду. И вот пришло время монтажа вагонки. Прибивать ее будем пневмопистолетом. Я считаю, это очень удобный способ крепления. Стоит пневмопистолет в районе 3000 рублей и экономит кучу времени. Будем бить в шип, и гвоздей видно не будет. Снизу и в углах гвозди будем бить в открытую, они потом закроются клинтусом. Одинаковые куски вагонки резались на торцовочной пиле. И чтобы не замерять каждый раз один и тот же размер, был изготовлен такой простейший упор из бруска 50х50. И просто прикручен саморезами к верстаку. Такая штуковина хорошо сэкономит время. Насчет вагонки хочу дать еще вот такой совет. При монтаже берите вагонку из разных пачек. Так как текстура и оттенок в разных пачках может отличаться. И не получилось такого, что на одной стене будет один оттенок, рядом другой оттенок. Поэтому это делается в разнобое. Например, как при монтаже ламината или плитки. Еще в разных пачках вагонка может совсем немного отличаться размерами друг от друга. Из-за того, что, например, делалось на разных станках или в разные смены. Как это получилось у нас. Хоть и лицевая часть выглядит абсолютно одинаково, задняя часть и толщина шва задней части немного отличаются. При покупке надо стараться такого не допускать. И вот потихоньку мы все-таки забили весь балкон. И теперь можно сказать, он не просто утеплен, а еще и преобразился. Для примера покажу вам кадры из начала ролика, чтобы сравнить, как было и как стало. Также открывая дверь с кухни, балкон моментально становится теплым. И дверь с порогом теперь, естественно, не мерзнут. Заднюю часть с люком решили пока не забивать. Оставили вот такой проход и решили сделать портал на чердак. Его потом тоже как-то облагородим и сделаем складную лестницу. Балкон почти доделан. Осталось смонтировать наличники и плинтуса, покрасить лаком и положить линолеум. Но на данный момент задача, которую мы ставили, выполнена. Надеюсь, кому-то мои советы пригодятся, а кто-то просто получил удовольствие от просмотра. Ведь бесконечно можно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как другие работают. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, и пишите комментарии. Например, поделитесь своим опытом и с какими трудностями вы сталкивались при выполнении подобных работ. Предлагаю не разводить дискуссии насчет выбора материалов и правильности их монтажа. На наш взгляд, все сделано правильно и прослужит многие годы. Друзья, тех, кто не подписан на канал, я обязательно рекомендую это сделать прямо сейчас. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!